Доброе утро дорогие друзья, доброе утро и с вами я Роман Дусенко на радио медиаметрикс в утренней программе бизнес-завтрак. Мы с вами не виделись достаточно долгое время. В это время как раз Россия и другое прогрессивное человечество отмечала майские праздники. Безусловно, среди них есть, конечно, великий день, день нашей победы, когда, на мой взгляд, самые лучшие, самые светлые чувства в каждом из нас просыпаются и мы начинаем думать о том, что же нас все-таки объединяет, анализируя прошлое, прогнозируя будущее. Но в целом, как-то разговаривая с одним из своих собеседников, я сказал, что опять праздники, на что мне было сделано такое очень корректное замечание. Чем отличается человек, работающий по найму и предприниматель или собственник. Работник по найму радуется тому, что праздники, а предприниматель или собственник огорчается, потому что невозможно будет двигать то любимое дело, которым он занимается. Мы говорим об эффективности и программа наша посвящена эффективности. Ровно год фактически мы изучаем этот вопрос, как же повысить эффективность. Если вы внимательно следите за нашими эфирами, то мы подходили к эффективности с разных сторон. Со стороны мотивации, со стороны корпоративной культуры, со стороны IT, диджитализации и так далее, и так далее, и так далее. В этой студии вы слышали и чар директоров крупнейших российских компаний, которые высказывали свое мнение на тот или иной подход к эффективности. Сегодня у нас будет некая агрегированная схема – эффективность через систему. Я с невероятным удовольствием перехожу к моему гостю, гостье, очаровательной Елене Салиховой, исполняющей обязанности директора по персоналу крупнейшего розничного банка ВТБ-24. Елена, доброе утро. Доброе утро. Несмотря на всю мою горячую любовь и приверженность нашему прекрасному бренду, он все-таки второй крупнейший розничный банк в России. Ну, мы говорим крупнейшие, плюс-минус. Ну, самый любимый. Ну, самый любимый, да. Знаете, мы как-то тут шутили на банковской конференции «Финансовая среда» о перспективах будущего банка. И когда мы говорили о конкуренции, я говорю, а что конкуренция? Все будет очень просто. Ты пошел в банк, другого не будет. Мы все посмеялись, какой же это может быть банк, поэтому… Видимо, да. Он явно будет диджитал, явно будет высокотехнологический. Мы будем ходить в булочную, в кафе и в банк, знаете, да. Или банк будет работать в нашем телефоне или в другом любимом гаджете. Конечно, да. Лен, большое вам спасибо, что нашли время. Спасибо, что вы согласили. Я понимаю, что сегодня ситуация достаточно серьезная, много вопросов, много текущих дел. Тем более, фактически, вот вы взяли это хозяйство теперь в свои руки. Скажите, пожалуйста, а как вообще вы попали в HR? Вот почему HR в вашей жизни? Откуда он взялся? Мне повезло. Отличное начало. Ситуация сложилась так, что та компания, мое первое коммерческое место работы, в котором я работала, страшно сказать, в 1997 году. 20 лет назад. У меня юбилей моей профессиональной чарской карьеры. Я вас поздравляю. Спасибо. В этом году, когда я пришла туда на работу, на другую должность, не в HR. HR-а там не было. И поэтому, посмотрев на меня какое-то время, мой босс, генеральный менеджер, сказал, а не хочешь ли ты себя попробовать? У нас вот HR-а нет. Был он англичанином, ему было понятно, что такое HR. Мне совершенно не было понятно, что такое HR. Прошу прощения, а вы с ним поддержите сейчас отношения? Сейчас уже, к сожалению, нет, потому что он очень давно работает в другой стране. То есть никаких контактов не осталось? Мы очень долго поддерживали. Так можно было бы сегодня написать ему, спасибо тебе большое, что 20 лет назад... Я думаю, я это все равно сделала. Он есть в Фейсбуке. Да, вот. И, собственно, я с благодарностью приняла эту возможность, попробовала себя в HR. Съездила в нашу головную контору в Лондоне, которая была на тот момент. Мне популярно все рассказали, что от меня требуется, что является целью моей работы. И я начала. Понравилось безумно. Нравится до сих пор. HR, чем отличается HR от многих других интересных профессиональных занятий, карьерных. Эта профессия позволяет проявить себя в очень-очень многих направлениях и аспектах. То есть можно эксплуатировать свои самые сильные стороны, развивать свои менее сильные стороны и быть эффективным за счет того, что у тебя получается лучше всего. И эта профессия, она такая универсальная, поэтому настолько разные типажи и персонали людей, которые карьерно занимаются HR, являются успешными. На мой взгляд, нет единого формата успешного HR. Да, или идеального портфолио. Посмотреть, если на доказавших свою эффективность HR-директоров, это очень разные люди, как по персоналям, так и по бэграундам. 20 лет – это жизнь огромная, то есть по сути это человеческая жизнь. Вот если бы отметить важнейшие вехи осознанности в области HR, или может быть вы мне предложите любую другую градацию, вот из каких элементов, из каких таких крупных, базовых, вот этих вот больших кусков состоит ваш HR-карьера? Интересный вопрос, сложный, сейчас подумаю. Ну, наверное, первый большой этап – это вхождение в профессию. Понимание сути, да? Понимание, да, понимание, зачем это. Затем второй… Сколько лет потребовалось для осознания серьёзности вот этого подхода? Ну, наверное, года два-три. Года два-три. Сейчас мы с вами нарисуем карьерную лестницу HR. Ой, это очень интересно. Затем очень важный этап – понять, как достичь того, чего хочется. Как этого достичь быстрее и оптимальнее, да, то есть как достичь наилучшего результата. Сколько лет? Пложим тоже, мне интересно. Я очень извиняюсь, у меня это до сих пор, по-моему, продолжается. То есть параллельно идут несколько этапов, да? Параллельно могут идти несколько этапов. То есть ты постоянно в пути поиска оптимального решения. Что ещё, какие ещё важнейшие элементы? Наверное, научиться найти правильный баланс между интересами работников и интересами работодателей. О, это важно. И научиться сдруживать эти интересы таким образом, чтобы интересы становились общими. И пути их достижения также становились общими. Только тогда можно достичь, на мой взгляд, субъективной максимальной отдачи от персонала. Персонал, в общем, любого уровня, от рядового персонала до руководителя, это же тоже персонал. Уверен, что этот процесс тоже продолжается. Однозначно. Что-нибудь ещё или, в принципе, вот такие это три самые главные? Мне кажется, что для меня это три самых важных момента. Хорошо. И вот немного завершая тему HR, вас, вот вы ведь пришли не сразу на позицию директора по персоналу. У вас как-то был тоже какой-то определённый карьерный путь. И я бы хотел спросить, а каково ваше отношение к команде? Вот когда вы были в команде, и когда теперь команда у вас. Вот что для HR-директора это команда? Какая это должна быть команда? Какие люди должны быть в этой команде? Для меня моя команда – это моё всё. Это не для красного словца. Моя команда – моя опора. И я ровно то, что из себя представляют люди, которые вместе со мной работают. Люди эти могут быть и есть всегда очень разные, со своими интересами, со своими проблемами, со своими сильными сторонами, своими амбициями. И каждый человек уникален. И команда может собой представлять всего лишь коллектив, с которым ты вместе работаешь, а может действительно быть командой. И чем команде с руководителем лучше удается найти вот это общее, ценностное, зачем им быть вместе, тем ближе рабочий коллектив к команде. Очень интересно. Вопрос тогда. Вот мы сегодня утром, когда пили кофе, я вам рассказал о модели поведения, стукая, когда человек стучит по столу. Какой вы избрали для себя? Ведь я уверен, что за 20 лет работы вообще вы встречали разного рода руководителей, которые работали с вами. У меня потом будет второй вопрос к этому, я вот уже для себя написал. Но вот вы, ведь всегда есть выбор, да? Вот я вам тоже писал, вы действительно такой, каким вы лекции читаете? Или вы на самом деле приходите и матом всех кроете? Хороший вопрос. Как сформировалась ваша управленческая модель? Из чего она состоит? У меня были разные примеры перед глазами. Руководители мои также имели разные стили поведения, управления, представляли из себя очень разных персоналей. Поэтому я себе избирала ролевые модели и занималась плагиатом. Это тоже была трансформация некая, да? Конечно, конечно. От какого-то к кому-то, да? Это очень важная личностная трансформация. Я рефлексирующий типаж, поэтому рефлексирую практически всё время. И когда видела подходящую, интересную, эффективную рулевую модель в любом отношении, как человек строит семью, как он себя ведёт, как он управляет коллективом, пыталась понять, за счёт чего ему удаётся быть именно таким, вот для меня ролевой моделью, и забирала эти черты, характеристики и повадки себе. Пыталась, по крайней мере. Итак, а что получилось в результате? Лена Сальхова, исполняющая обеда директора по персоналу ВТБ-24. Какая это ролевая модель? Вот если бы мы могли спросить ваших коллег или ваших подчинённых, какой стиль руководства? Почему? Расскажите. Мои подчинённые, скорее всего, скажут, что человечный стиль руководства и демократичный. Я очень люблю и ценю мнение, информацию, предложения от других людей. И до сих пор пытаюсь понять, поверить в чудо, которое происходит, когда ты пытаешься решить какую-то задачу самостоятельно, либо когда ты ту же самую задачу решаешь хотя бы в небольшом коллективе. И казалось бы, у людей, которые пытаются в этом коллективе решить задачу, может быть меньше опыта, чем у тебя. Они могут быть очень разные, у них разный опыт по отношению друг к другу. И тем не менее, при коллективном вовлечении задача всегда, в 100% случаев, решается интересней и оптимальней. И до сих пор вот это чудо, каждодневное, я не устою осознавать. Я уверен, что вы согласитесь со мной. Я недавно прочёл очень интересную мысль, что наиболее великим изобретением человечества является не колесо, а умение работать в группе, коллектив, коллектив людей, которые творят чудеса. Согласна. Елена, согласны ли вы с тем, что вообще инициация развития компании идёт от HR? Мне кажется, что HR однозначно играет в этом очень важную роль, но важно, чем живёт руководство компании. Мы сейчас об этом поговорим. Но в целом процессы обучения, привлечение что-то новых идей каких-то, решение задач, связанных с обучением, в том числе транслируя каких-то управленческих моделей. Зачастую, а мы, кстати, у нас с вами была возможность пообщаться, мы говорим, что примером обучаются. Вот я видел много разных HR, в том числе, которые много приносили что-то в свою компанию, но всегда возникает вопрос. Если ты приносишь как HR в компанию какие-то новые технологии, связанные с управленческими моделями, с новыми теориями менеджмента, наверное, в первую очередь, должен прожить это через себя. И, наверное, твоё подразделение должно быть неким примером, потому что вообще я считаю, что HR – это некий коуч главного человека, CEO в компании или директора в моделях развития менеджмента, развития персонала, потому что HR обладает технологией. Вот как вы примеряли всё время на себя все эти инновации, которые за эти 20 лет проходили, начиная, я не знаю, от научного менеджмента, кончая менеджмент, by objection, всяких KPI и так далее. Как вы проходили трансформацию через эти управленческие идеи? Ну, очень важно постоянно снимать обратную связь, постоянно находиться в мониторинге того, что думают сотрудники своего подразделения, смежных подразделений, собственно, внутренние клиенты HR, и отрабатывать эту обратную связь. И когда ты видишь, что в ответ отклик на какую-то меру, на тренинг, на какой-то инструмент HR, который мы внедряем, сначала был не очень хороший, но после отработки обратной связи, комментариев и пожеланий внутренних клиентов отклик резко улучшился, это приносит максимальное профессиональное удовлетворение. Я могу это сказать и про себя, и про свою команду. Класс, мне очень понравилось слово «внутренний клиент», потому что зачастую не все понимают, что внешний клиент – это да, мы все усилия направлены туда, а внутренний клиент, кросс-функциональное взаимодействие – это такой же важнейший инструмент создания вот этого бренда HR во внутрь компании, когда мы продвигаем его туда. Все начинается со стратегии в целом в компании, и мы говорили о системе. Вот если бы вы охарактеризовали вообще вот систему, какие элементы по-вашему должны в ней быть обязательно? Обязательно должно быть общее видение, понимание, что делает компания, в которой мы работаем, зачем она это делает. И третье, очень важное, понимание, как туда можно дойти. Поэтому, по моему мнению, и ценности компании, то, что вот в западном мире называется «mission», «vision», «values», то есть ценности, миссия, видение, должны быть максимально просты и понятны. Человек должен их воспринимать на уровне сердца, не пытаться их додумать и как-то для себя трансформировать, перевести в понятный себе язык. Они должны быть интуитивно понятны. И стратегия компании должна учитывать вот это самое видение, ценности, цели и доводиться до всех уровней работников. И если стратегия будет понятна и интуитивно приниматься людьми на человеческом уровне, на уровне человеческого восприятия, все люди смогут быть причастными к тому, чтобы эта стратегия исполнялась. Поэтому очень важно доводить стратегию направления развития компании, цели развития бизнеса до всех людей и пронизывать этой стратегией абсолютно все действия и весь инструментарий, который предлагает HR. от того, кого и как, по каким каналам мы привлекаем в компанию новых сотрудников, до того, за что мы вознаграждаем материальные сотрудники, чему мы учим их, как мы их развиваем, как мы помогаем им устроить карьеру. Я пропущу первые два. Что, зачем? Я сразу вопрос интересует, как? Ведь наша программа, она носит практический характер. И я считаю, что мы, ну, как бы мне хотелось, чтобы она носила просветительский, потому что, ну, не часто вас встретить можно на улице и задать вам простые вопросы. А ведь нас смотрит вся страна огромная, многомиллионная. Я зачастую бываю в разных городах, и мне спрашивают, спасибо вам большое, и говорят, люди подходят. Вот давайте практические инструменты для тех небольших компаний, которые, может быть, ну, сейчас или директора, или HR-директора, или просто собственники, которые в определенный момент решили задуматься о том, что действительно стратегия-то важна. Ну, конечно, он ее обдумал. А вот как? Как довести стратегию до каждого? Ну, облечь коммуникацию в достаточно простую и понятную форму. Ну, это базовые вещи, я очень извиняюсь, что я о них говорю, но это действительно важно. Это именно то, что нужно, потому что мир заполнен книгами сложными, а простых шагов, вот что нужно сделать, чтобы твои сотрудники узнали твою стратегию. Вот элементарно, он говорит, ну что мне, выйти перед ними рассказывать, что ли? Да, выйти и рассказывать. Да, выйти и рассказать. И не только рассказать, но, может быть, провести и какой-то брейнсторм, чтобы люди, задавшись теми же самыми вопросами, которыми задался их собственник или их топ-менеджер, а путем обсуждения и мозгового штурма пришли к похожим выводам, похожим решениям. Тогда они почувствуют причастность к общему делу и ответственность, которая будет солидарна, то есть коллективная ответственность за результат. Затем очень важно построить, я возвращаюсь к очару, систему обучения таким образом, чтобы у людей появились или усилились все эти навыки, которые нужны для выполнения их целей. Можно я вас здесь перебью и спрошу? Вот, например, простая компания, маленькая, где-нибудь там в каком-нибудь небольшом городе с населением 500 тысяч. Собственник сидит, думает, ну как мне построить систему обучения? Вот может ли быть система обучения с точки зрения формирования нужной компетенции его чтение книг и отправление этих книг своим подчиненным? Просмотр каких-то интересных фильмов и программ, и отправка этих же фильмов, просмотров. То есть что не стоит ноль рублей, ноль копеек, но в целом формирует некое общее представление. Может же так работать? Конечно, безусловно. И лучшие рыночные практики говорят нам, что это обязательно нужно делать. Безусловно, просмотром фильмов и прочтением книг нельзя заменить всё обучение, потому что помимо этого нужно учить людей профессиональным навыкам, знанию программного обеспечения элементарного или эффективности продаж, например. Но для того, чтобы вовлечь своих сотрудников в своё ценностное поле, сформированное в том числе любимыми авторами, правильными книгами, правильными интервью с интересными людьми, конечно, важно и нужно рекомендовать, по крайней мере, своим сотрудникам, своим коллегам, своей команде что-то прочитать и посмотреть. И мне бы хотелось, чтобы это прозвучало из ваших уст, что если есть собственник или любой руководитель, решивший сказать, что я бы хотел, чтобы мои сотрудники знали стратегию или знали что-то ещё, он должен был понять, что это, в принципе, его роль, и он становится главным тренером и обучающим. Правильно ли это? Однозначно, и он вовлекает свою команду, свой первый круг, своих прямых подчинённых, да, и очень важно, чтобы весь первый круг дышал одним воздухом, верил в одно и то же, и только так можно обеспечить, что дальше, вниз, вширь и стратегии, и ценности, да, и цели компании будут каскадированы корректно, максимально корректно. Спасибо большое, мне очень приятно. Уважаемые собственники, директора, руководители, не важно, в какой компании вы работаете, не важно, какой город или какие обстоятельства с вами, если вы решили и захотели сделать так, чтобы ваша компания, ваши люди стали смотреть в одну сторону, начинайте с себя. Задавайте себе вопросы, обсуждайте их с ближним кругом и к системе каскадирующего менеджмента отдавайте до последнего сотрудника. Я вспоминаю вашу карьеру, потому что я читал о вашем прошлом, и много лет, порядка 14 лет вы провели в западных компаниях. Да, я работала в международных инвестиционных банках очень долго. Скажите, пожалуйста, можно ли рассматривать это как некий клондайк с ценной информацией, практик, опыта, который можно было бы при правильной адаптации применять к нам? Для меня это так и было, потому что, если говорить об HR, то HR всё-таки появился изначально не в России, он появился на Западе, в Западной Европе, в Америке. Поэтому у специалистов этих стран было элементарно больше времени на то, чтобы дойти до каких-то технологий и ноу-хау, их откатать, адаптировать. Конечно, да, найти, нащупать наиболее эффективное из них. Поэтому у меня была очень хорошая возможность воспринимать всё самое лучшее, что уже было придумано, и кто-то другой наступил на грабли, кто-то другой изобрёл колесо. И применять это в тех офисах, в основном в российских, и ряда стран СНГ, за которые я отвечала как HR-директор. — Классно. Вот я уверен, что этот клондайк, наверное, бесконечен. Знаете, мне нравится иногда, что люди говорят такими мыслями, которые потом у тебя начинают в голове разархивироваться, знаете, как zip-архив, когда раньше им посылали. Я уверен так, что весь ваш прошлый опыт – это как огромный zip-архив, при необходимости к обращению к которому можно получать нужную информацию. Но мне хотелось бы вернуться к заявленной теме, к системе. На мой взгляд, элементом системы вообще, ну и в целом HR сам по себе не может существовать. Ну да, можно бесконечно смотреть вместе фильмы, читать книжки, но компания любая осознана для того, чтобы получать прибыль и извлекать прибыль. И в целом HR – это инструмент для того, чтобы компания работала эффективно. Что такое эффективность с точки зрения конечных результатов? Это какие-то показатели. Это, наверное, ориентация на какие-то поставленные показатели эффективности, эффективности, KPI или как-то еще. Вот существует ли какой-то способ или существует ли какая-то возможность привязать вот эти вот, как сказать, неосязаемые вещи типа миссии, видения стратегии, ценности даже к показателям? И тогда мы могли бы сказать, что вот я, как HR, действительно веду компанию к эффективности. Знаете, очень сложно ценностные гуманитарные вещи зашить в сухие экономические, математические показатели эффективности. Показатели эффективности тем лучше работают, чем они более конкретные, более точно оцифрованные. Их можно посчитать самому, и там не будет какая-то формула с интегралами и логарифмами. Любой работник… Сумма клиентов пришедших, ушедших, оставшихся, например. Да, 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 какие-то понятные метрики. И тем лучше работают эти показатели эффективности, которые мы, например, в нашем банке зашиваем в систему финансовой мотивации сотрудников, тем эффективнее они работают, чем они проще, и чем больше сотрудник способен на них влиять. Не является это ли раскрытием какой-то конфессиональной информации, вот, может быть, назвать 2-3 каких-то показателя, о которых вы говорите? Ну, в первую очередь эти показатели должны отражать суть того, что работник делает. Каждый на своем рабочем месте. Каждый на своем рабочем месте. Если основная функция работника в течение рабочего дня продавать, например, банковские продукты, если взять наш пример, то обязательно хотя бы один KPI должен отвечать за количество продаж. А такая вещь, как удовлетворенность клиентов, радость клиентов? Удовлетворенность клиентов, безусловно, очень важна. Тоже это оцифровывается? Конечно, конечно, это оцифровывается. Можно устанавливать показатели эффективности по числу клиентов, либо по числу активных клиентов, либо по приросту базы клиентов, смотря на каком этапе развития находится компания, находится бизнес. Что сейчас важнее, привлекать больше клиентов или повышать качество клиентской базы? То есть это как пульт настройки, да? То есть надо поднастроить это, мы делаем это. То есть поднастроить это. Да, и показатели эффективности, которые включаются в финансовую мотивацию сотрудников, очень здорово помогают фокусировать их внимание на тех вопросах, той проблематике, которая важна именно сейчас, в моменте. Применяя слово «сейчас», я не говорю о том, что эти показатели могут или должны меняться каждый день или часто. Чем реже они меняются, чем дольше они действуют, тем лучше. Потому что люди должны привыкнуть к системе, адаптироваться к системе, адаптироваться к показателям, научиться их достигать и затем перевыполнять. И когда мы видим перевыполнение показателей, мы понимаем, что показатель, скорее всего, отработал, и его можно либо скорректировать, либо изменить над рукой, да? И еще что-то улучшить. Какие бы Вы порекомендовали вот такие простые показатели, которые могли бы быть, ну, чтобы у человека, у собственника или у работника сложился некий мостик между, опять же, стратегией, миссией, видней ценностями и то, что от него требуют? Вот чтобы они сегодня так взяли, вот так вот я послушал Елену, сегодня директора ВТВ-24 по персоналу, и понял, что в моей компании надо сделать это. Ну, например, два-три каких-то простых, чтобы у людей пошел процесс. Финансовый результат, да, это может быть чистая прибыль, либо это может быть рентабельность, например. Любой показатель, который характеризует достижение финансового результата. Целевые значения, да, и что мы считаем 100% достижения, что мы считаем перевыполнением плана по финансовому результату. Затем, если это компания, обслуживающая потребителей, конечно, важны показатели по продажам, либо количество в штуках, да, либо объем в рублях, например. Затем, безусловно, любой компании, обслуживающей клиентов, очень важен клиентский опыт, который люди получают, обслуживаясь в этой компании. Есть популярные классические показатели, такие как NPS, то есть это показатель, который меряет… Нет промоутер-скорда. Нет промоутер-скорда, да, который меряет именно восприятие клиентами вашего бизнеса и того, что вы делаете, и готовность порекомендовать ваш бизнес дальше. Спасибо. Отлично. Вот, собственно говоря, достаточно практично, и все мы понимаем. И вернувшись к человеку, к его там лайфсайкл в компании, да, мы начинаем с того, что человек появляется в компании. Появление человека в компании – это, безусловно, сила HR-бренда компании. Как вам удается формировать HR-бренд? Ведь вы же тоже часто бываете на собеседованиях. Вот вопрос, а почему вы хотите работать в ВТБ-24? Что люди в основном отвечают? Люди отвечают по-разному, но практически в ответе каждого кандидата мы слышим, что они верят в этот бренд, они считают его достаточно надежным, они считают его стабильным, и они считают, что работа в этом бренде поможет им реализовать свои профессиональные навыки и личностные навыки. Вот это, наверное, самый частый ответ, который мы слышим. Какой примерно конкурс на одну вакансию? Все зависит от того, какая это вакансия. Например, если самые популярные, можем говорить о десятках людей на одну вакансию, или о сотнях? Ну, скорее мы говорим о десятках людей. О десятках, да? Да-да-да, но амплитуда очень большая. Очень раз большая. Что все-таки движет людьми желанием работать вот в таком крупнейшем розничном банке? Ведь это же огромная нагрузка, ведь это же не чрезвычайные стрессы постоянно, мы это понимаем. Но почему люди хотят? Какова роль HR в формировании вот этого бренда на уровне рынка труда? Наша цель, как HR, донести, правильным образом донести ожидания работодателя до кандидата, чтобы человек действительно правильно соизмерял свою подготовленность к работе у нас. И подавляющее большинство наших кандидатов отличаются амбициозностью. Это те люди, которые, ну, если мы говорим о вакансиях, начиная с определенного уже уровня, да, в основном к нам приходят люди, которые себе и предыдущим работодателям уже доказали свою эффективность, да, и пришли доказывать ее дальше к нам. То, что действительно, как вы сказали, планы амбициозные, трудиться нужно много, требования к качеству и к эффективности работы очень высокие, поэтому действительно к нам приходят люди с амбициями. Если бы я вас попросил описать портрет сотрудника ВТБ-24, какой это человек, что бы нам предстало нашему взору? Очень работоспособный, быстро мыслящий, быстро выполняющий свои обязанности. Кажется, я робота начала описывать, но при этом ценящего своих коллег, умеющего общаться и со своими коллегами в своем подразделении, и со смежными подразделениями. И это люди нацелены на эффективность. Наша культура корпоративная пронизана эффективностью, увеличением и улучшением финансового результата нашей компании и улучшением клиентского опыта. И вот нашему менеджменту удалось донести до всех уровней сотрудников, что это очень важные вещи, да, и нам, вместе с нашим менеджментом, нам HR, я имею в виду, на мой взгляд, удается многое в плане того, чтобы давать людям и работникам, и руководителям правильные инструментарии для того, чтобы достигать целей. Поставленных этих целей. Одной из важнейших ценностей банка является человек, люди, персонал, команда, непосредственно каждый работник. А как удается совместить вот это понимание ценности человека с требованием от него высокой эффективности? За счет интереса, создания интереса работы? Я думаю, что нам здесь есть еще много чего поделать на этой Ниве и приблизить все-таки человеческие личностные ценности к ценностям, инспирированным бизнес-целями. И, собственно, вот в этом как раз я вижу одну из основных, ключевых и, наверное, наиболее сложных задачей HR. Могу только вам сказать, что мы много времени тратим на то, чтобы увязать личное и рабочее. Какой бы вы видели себе идеальный, там, я не знаю, может быть, через 10 лет HR-бренд банка ВТБ, ну, там, с 24, ну, не будем говорить, что вот такого большого банка, в котором вы бы работали? Команда, в которую стремятся все лучшие профессионалы с рынка, а с точки зрения внешнего восприятия, не кандидатов, а клиентов, лучший банк, банк, который они считают лучшим для себя и будут рекомендовать своим родственникам и друзьям. То есть, гордость за компанию испытывающей, да? Прекрасно. Насколько в формировании этого вам помогают другие топ-менеджеры банка? Ведь зачастую мы это знаем, что руководители, по сути, влияют очень сильно на корпоративную культуру своего подразделения. И тут существует даже такое представление, что корпоративная культура – это тень руководителя. Насколько вот топ-менеджмент, первое лицо, вот председатель правления банка, сегодня вот вы все вместе стараетесь сформировать это. Как это чувствуется? Через что? Через что появляется? Как вам всем удается это делать? Вот за счет какой коллаборации? Это достигается за счет того, что руководители подразделений, в том числе первое лицо банка, имеют единые, одинаковые ценности. Ведь мы же можем сказать, что Михаил Михайлович Задорнов действительно исповедует эти ценности в своей жизни. Ведь вот общаясь с ним, это же великолепный, очень умный, системный, очень глубокий человек. И, наверное, транслирование этих ценностей и есть вот эта вот тоже передача, чтобы показать, насколько это важно и для него, и в целом для компании. Однозначно, да, это так и есть. И транслируемые ценности – это и понимание человека, да, то есть… Роли человека, да. Да, 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 да. Искреннее, трансляцией искреннего восприятия человека, работника как основной ценности нашего основного актива. Нацеленность на эффективность, нацеленность на прозрачность общения, на то, чтобы любые сообщаемые новости, каскадируемые ценности – все это было максимально прозрачно, конкретно и понятно. Я иногда, анализируя работу в компаниях за свой корпоративный опыт, будучи председателем управления банков тоже и сейчас занимаюсь консалтингом, иногда замечаю то, что у людей отсутствует желание развиваться. Да, мы там опираемся на то, что стресс и всё остальное. Как вы в себе мотивируете эти чувства к постоянному развитию, к постоянному жажде чего-то нового? Какие вот ваши личные секреты для того, чтобы постоянно развиваться? Секретов особых нет. И для меня лично новые знания важны для того, чтобы успевать за новациями рынка, за новациями профессии, во-первых. И во-вторых, для того, чтобы быть способной помочь членам своей команды решать их непростые вопросы. Это очень важно, потому что у моих коллег, в моей команде, у людей должно быть понимание, что в сложной ситуации они придут и получат не только моральную поддержку, но и экспертную поддержку. Грамотную, профессиональную поддержку. Зачастую человеку, который фактически огромное количество времени проводит на работе, очень трудно черпать энергию в работе только. Потому что в работе мы отчасти отдаем. Хотя, есть такое любимое дело, когда ты зайдешься за него, начинаешь что-то делать, и ты поглощаешься и не обращаешь внимания, когда время проходит. Мы с вами говорили о том, что западные компании читают резюме не с начала, а с конца. Где смотрят о хобби людей, об их личных интересах, увлечениях. Если бы нам удалось, ну, конечно, вряд ли это удастся, но, допустим, нам бы попало ваше резюме, и мы бы посмотрели его снизу. Чтобы мы увидели об этом человеке, чтобы мы подчерпнули интересного. Где вот вы черпаете энергию, что является вашим хобби, любимым занятием? Одно из любимых занятий напрямую связано с моей работой, и это психология. Потому что люди представляют для меня неисчерпаемый предмет изучения, интереса и восхищения. Вы любите людей? Да, я люблю людей. Прекрасно. Я люблю людей, потому что они действительно очень интересны. Они очень интересны, и каждый человек — это отдельный мир. Вселенная. Однозначно. И если возвращаться к моим хобби, для релакса и для, наверное, инспирирования каких-то креативных идей, я использую садоводство. А что вы делаете? Я сажаю цветы. Правда? Я выращиваю помидоры. И не устаю удивляться вот этому чуду, когда из семечки появляется либо что-то съедобное, либо что-то очень красивое. Мой ребенок вчера, мы с ним шли в школу, и он говорит, у меня сегодня экзамен по окружающему миру. Я говорю, ну давай я-то все прекрасно знаю в белых. Папа, что содержится в зернышке или в семечке? Я говорю, ну как, что-то какие-то питательные... А какие? И я тут поплыл. Он говорит, папа, ты что не знаешь, жиры, белки и питательные вещества другие. Для чего? Для того, чтобы семечка там была, чем ему поесть, а она потом выросла. То есть ребенок сдал экзамен по окружающему миру. Сдал, я надеюсь, да, я надеюсь, что он сдал, да. И еще одно потрясающее хобби, которое мне очень хочется развивать дальше, но, к сожалению, именно на него не хватает времени, это дайвинг. О! А что вы ощущаете, когда погружаетесь вот туда? Практически как космос. Ощущение одновременного нахождения внутри какого-то очень красочного фильма с компьютерной графикой. Либо в варенье в космосе. Класс. Чуть-чуть вернусь обратно. В оставшиеся пять минут мне бы хотелось немного поговорить о вашем взгляде на тренды. Мы живем в дико измеряющемся мире. Мне повезло. Однажды я был в банке, и была лекция директора Google российского. Она сказала, что Google планирует на 50 лет вперед или на квартал. И в зале такой ропот, как? 50 лет и квартал. Мы говорим, извините, а можно говорить вопрос, а почему на квартал? Потому что в нашей отрасли происходят такие изменения, так все быстро меняется. Поэтому у нас есть стратегия на 50 лет, а текущую деятельность мы постоянно маневрируем, чтобы быть гибкими. Что нас ожидает в HR? Что вообще произойдет с управлением персоналом? Что поменяется? Какие, на ваш взгляд, такие революционные изменения грядут? Один из основных трендов, который мы видим уже достаточно давно, и этот тренд наращивает свои темпы и свою масштабность, это всеобщая диджитализация. Мы все больше HR-ских инструментов выводим в электронные каналы, в дистанционные каналы. Это касается и подбора, и оценки кандидатов, которые становятся нашими новыми сотрудниками, и обучения. Это будут роботы? Я думаю, что какие-то операции, в частности банковские, будут продолжать переходить в электронный формат и не требовать стопроцентного вовлечения человека. Например, подбор человеком можно ли доверить полностью роботу? Полностью роботу, мне кажется, все-таки нет, и если брать процесс привлечения кандидатов, то, может быть, можно приглашение на первичное интервью роботу доверить, но дальше внимательно смотреть. Электронный тютер может быть роботом, который оценивает, ведет человека, если у него будет достаточно интеллект. Но вот увольнять, мне кажется, тоже роботу не получится. Да, не хочется говорить об увольнении, все-таки наша с вами беседа сегодня посвящена эффективности и ценностям, да, и смычке ценностей работодателя и работников. Два слова буквально. Я являюсь карьерным коучем также, и я говорю, что у человека, работающего по найму, есть два состояния. Либо он работает, либо не работает. Когда человек оказывается без работы, ведь это же не конец жизни. Ведь всегда есть возможность оценить себя, посмотреть со стороны, сделать что-то, какой-то выбор и двигаться дальше. Поэтому, мне кажется, это тоже элемент нашей карьеры. Ведь у меня тоже были моменты, когда я увольнялся. На мой взгляд, это просто определенный этап, и надо к нему относиться как-то так спокойно, понимая, что нужно двигаться дальше. И все в этом смысле как-то спокойно. Это, безусловно, всегда новые возможности. И даже если в моменте человек это так не воспринимает, неизменно потом, оглядываясь назад, он понимает, что его уход из компании какой-то, да, в какой-то момент послужил триггером для чего-то нового. Либо он вышел у следующего работодателя на новый этап развития своего профессионального. Либо пошел куда-то себя развивать. Либо немножечко скорректировал путь своего развития, либо достиг чего-то личностного. Хотел спросить и забыл, когда мы обсуждали тему подбора. Что бы вы порекомендовали людям, которые бы хотели работать в ЭТБ-24? Понимать, что их действительно привлекает этот бизнес, в первую очередь. Любовь к делу, да? Конечно, любовь к делу, да. И что именно это им нужно для того, чтобы получать удовольствие от работы. Это самое главное. Это 90% успеха. А тогда расскажите мне о вашем секрете 90% успеха. В чем секрет Елены Сальховой? Ой, конкретизируйте. Секрет вашего успеха. Мне очень нравится получать удовольствование от работы. Если я его не получаю, то я жутко мучаюсь. Если я его не получаю, я начинаю анализировать, почему я его не получаю. Либо улучшаю что-то в себе, либо прорабатываю какие-то моменты вместе с моей командой или со своими коллегами. Мне очень приятно, что в слове «ваша успеха» прозвучало слово «команда». Возвращаясь к нашему началу, как быть эффективным руководителем? Это значит знать и любить, и делать так, чтобы люди, которые работают с тобой, были тоже эффективными. И мне кажется, то, что вы говорили в самом начале, что для вас «команда ваша», все оно подтверждается даже таким простым высказыванием, что ваш успех – это успех вашей команды. Огромное вам спасибо. Я испытал истинное удовольствие за сегодняшний эфир. Мне очень понравилось. И самое главное, что я услышал важные вещи, что нельзя быть HR, который, если человек не любит людей, а вы именно любите, и для вас люди являются источником вдохновения. И мне кажется, в целом, это очень прекрасно, когда во главе, так и Чарди Портен, стоит человек, который любит людей. Большое спасибо, и было очень интересно. Спасибо вам за приглашение. Уважаемые друзья, это был «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко на радио «Медиаметрикс». Мы сегодня обсуждали вопросы эффективности управления через систему. Система включает в себя совокупное представление компании о том, куда она идет, ради достижения запланированных показателей эффективности. Помните об этом, когда вы делаете каждый шаг. Что, зачем, почему и как этого вам достичь. Всего хорошего и до встречи в следующую среду на «Волнах Медиаметрикс» в программе «Бизнес-завтрак» с Романом Дусенко. Пока. Субтитры подогнал «Симон»